Это Гуртес, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Термин «электронная цифровая подпись» впервые был предложен еще в 1976 году, когда и самой подписи-то не существовало. В России в начале 2000-х появился модифицированный стандарт электронной цифровой подписи, и между терминами «электронная цифровая подпись» и «цифровая подпись» появился знак равенства. Попробуем разобраться в тонкостях этого сегодня. У нас в студии Константин Яманов, начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Константин Сергеевич, цифровые подписи, электронные, бывают обычные и квалифицированные, правильно? Да. Давайте начнем с разницы между ними. В первую очередь, самая, пожалуй, главная разница между ними, что сам термин «квалифицированный» означает, что субъект, который владеет ключом подписи, может подписать свои документы. Эти документы будут равнозначны документам, подписанным собственной ручной подписью, а как следствие они могут использоваться как в деловом документообороте, так и при совершении юридически значимых действий. А если это неквалифицированная? А если это неквалифицированная подпись, то, соответственно, эта подпись может всего-навсего использоваться в электронном документообороте внутри хозяйственного субъекта, либо для иных целей, достижения целей, необходимых потребителю. Наша основная с вами сегодня тема, если я правильно понимаю, это все-таки квалифицированная электронная подпись. Да, усиленная квалифицированная электронная подпись. Да, будем говорить об этом. И почему мы об этом будем говорить? Потому что со следующего года выдача электронных цифровых подписей, возложенные эти функции, возложенные на Федеральную налоговую службу. Ну, точнее, они начнут действовать с 1 января 2022 года, да, ничего я не перепутала. А когда же Федеральная налоговая служба начнет их выдавать? Это вопрос для тех, кто смотрел наш прошлый эфир и, возможно, знает ответ на него. Хорошо. Ну, тогда по порядку для тех, кто смотрел и тех, кто не смотрел. Попробуем разъяснить. Так вот, в соответствии с действующим законодательством в сфере применения электронной подписи, органы Федеральной налоговой службы наделены правом выдачи и выпуска усиленных квалифицированных, сертификатов, включая и проверки электронной подписи, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Данным правом по закону мы наделены с 1 января 2022 года. Однако решением правительства Российской Федерации, решением руководства Федеральной налоговой службы мы уже начали выдавать в рамках пилотного проекта уже с этого года, буквально с апреля на нескольких объектах. Мы начали тестировать. Во-первых, тестировать наше техническое оснащение, то есть все необходимые оборудования мы настраивали, устанавливали. А параллельно шло развитие нашего уникального, пожалуй, решения под названием «Единая цифровая платформа». Это наше внутреннее решение, которое объединяет в себе все наши возможности, все наши базы и связь с внешними базами, то есть такими как ПФР и МВД для осуществления проверок предоставляемых данных заявителей. Так вот, буквально уже в полную силу мы начали выдавать с июля месяца, ровным счетом, как мы начали свою информационную кампанию. Множество, конечно, возникало у нас и спорных ситуаций, и сложных ситуаций в связи с недоработкой сервисов сторонних ведомств, в том числе и государственных ведомств. Так вот, по настоящее время, на текущую дату, мы в своем арсенале уже имеем более трех тысяч выданных ключей. Мы сейчас про Самарскую область. Про Самарскую область, да, исключительно про нашу область говорим. Да, более трех тысяч ключей мы выдали, а граждане успешно работают на них и используют их в различных сервисах. Говоря о работоспособности наших ключей, пожалуй, я здесь несколько акцентов расставлю и, может быть, буду часто напоминать про это. Мы как-то даже не сомневались. Да, что наши подписи, несмотря на различные информационные потоки, которые через сеть интернет распространяются, Наша подпись работает на всех ресурсах и будет работать. Во-первых, это обусловлено тем, что мы законодательством определены как поставщик данных ключей от лица государства. Не забывая про федеральное законодательство в сфере применения электронной подписи, не забывая про него, мы можем четко сказать, что наши подписи будут работать везде, даже потому что законом четко прописано, что все операторы информационных систем, операторы, допустим, торговых площадок обязаны обеспечить надлежащую работоспособность квалифицированных ключей. Первое, мы кредитованный удостоверяющий центр. Второе, мы выдаем усиленные квалифицированные ключи, соответственно, в связке с нормой закона мы получаем на выходе то, что наши ключи работают везде. Да, были сложности, определенные были сложности с работой на некоторых, в том числе, государственных площадках, однако уже спустя время, спустя три месяца уже при нашем контакте с технической поддержкой данных платформ и при плотной работе наших коллег центрального аппарата, мы в итоге пришли к решению уже, что наши ключи работают, действительно, люди уже пробовали, уже направляли отчетную документацию на порталах, используя наши ключи. То есть, скажем так, мы прошли, пожалуй, первую стадию тестирования, обкатки, грубо говоря, нашей системы, она работает поэтапно. Что могу сказать, проверки у нас проходят, проверки успешно проходят через МВД, через базу МВД, через базу пенсионного фонда, также и наши информационные системы. Что мы имеем в настоящее время, это устойчивый такой спрос граждан, заявителей на получение данных государственных услуг. То есть, информация все-таки разошлась? Да, мы очень рады, но мы не стоим на месте, мы будем продолжать также наше информирование, будем надеяться, что и вы нам тоже будете помогать, конечно, таким вопросом. И будем доводить до людей данную информацию о том, что, первое, услуга наша бесплатна. Это ключевой, пожалуй, здесь момент, это не стоит никому забывать. Кто бы что, опять же, в сети не говорил. Услуга бесплатна. Второе, ключи наши успешно работают на разного рода площадках и порталах, начиная от государственных до других поставщиков. И, наверное, переиначу, третий, ну, даже не третий, а первый будет момент, это то, что наша подпись, наши ключи, они для конечного потребителя, они безопасны. Что это значит? Здесь, пожалуй, поясню. Поскольку мы являемся поставщиком от лица государства, это уже, по своей сути, является гарантом. То есть вы их, в принципе, создаете, правильно? Да, мы их создаем, действительно. Плюсом, предъявляя жесткое требование к предъявляемым носителям в наших точках выдачи, а требования наши таковы, что носители, мы уже с вами говорили об этом, должны быть сертифицированы по требованиям безопасности регуляторов, таких как ФСБ России и в СТЭК России. В совокупности мы получаем, что защищенный носитель, на который мы, мои коллеги, записываем ключи и передаем лично директору, лично, должностному лицу, юридического лица, который имеет право действовать без доверенности. А само по себе, вот эта пара, защищенный носитель и контейнер, который мы формируем в своих системах и записываем на носитель, по сути, является для потребителя, для юридического, для директора юридического лица и для индивидуального предпринимателя гарантом безопасности. Мы подтверждаем это, во-первых, всеми актуальными техническими средствами, которые мы используем, и второе, то, что мы передаем непосредственно руководителю, нежели до, скажем так, принятия поправок федерального законодательства выдавали и уполномоченным представителям, и курьерам, то здесь налицо все необходимые требования по соблюдению безопасности, которые гарантируют как безопасное ведение финансово-хозяйственной деятельности самому субъекту, так и в целом это гарантирует, по сути, это гарантия безопасности всего электронного документа оборота в Российской Федерации. То есть ключ, в общем-то, позволяет отследить любое изменение информации после создания подписи, правильно? И авторство ее всегда можно... Совершенно верно, конечно. Ну, единственное, что вы передаете лично уроки, но это не значит, что человек не может потерять носитель, да? Конечно же, да, форс-мажорная ситуация возникает в жизни, и носители и теряются, и, к сожалению, бывают случаи, что и механические повреждения необратимые. И в результате таких действий владелец ключа вправе, и не то что вправе, и не стоит чего-то ждать и медлить, пока, не дай бог, совершатся какие-либо, в худшем случае, мошеннические действия, да, с его ключом, он вправе обратиться в абсолютно любую точку выдачи, незамедлительно, прям повторяю, незамедлительно обратиться, с соответствующим обращением. По рассмотрению данного обращения ему наши коллеги предоставят возможность написать заявление об отзыве, то есть на заявление на аннулирование. То есть все будет заблокировано мгновенно? Все будет заблокировано, да, ключ будет сразу же отозван, что означает, им нельзя будет, точнее, им даже можно будет подписать что-то, какие-либо документы, но эти документы не примутся системой, как я говорю и про системы федеральной налоговой службы, так и сторонних. Ну, то есть действия такие же фактически, как с банковской картой. Совершенно верно. Материал быстренько сообщи о том, что это произошло. Хорошо, но, а все-таки кто может получить квалифицированную электронную цифровую подпись? Это ведь тоже не для каждого гражданина, правильно? Конечно же, обратиться может в наши точки выдачи, рассматривая юридическое лицо, это должностное лицо, имеющее право действовать без доверенности, директор, генеральный директор, да, иные, назначаемые основным документом личности. Также и сам индивидуальный предприниматель может обратиться в абсолютно любую точку выдачи, как на территории Самарской области, так и, будь то находясь в командировке, в любом субъекте Российской Федерации, обратившись в абсолютно любой территориальный налоговый орган, который занимается данной функцией. Так вот, обратившись в любую инспекцию, заявитель, наверное, сразу перейду, но я расскажу про необходимые... А что нужно сделать для того, чтобы получить? Да, да. Да, только единственное, у меня еще к вам один вопрос. Я почитала информацию, аналитику. Большинство экспертов оценивают вот это расширение полномочий ФНС как положительное, я имею в виду, вот по изготовлению электронной квалифицированной цифровой подписи, потому что в настоящее время, ну, даже документооборот между компаниями, в общем-то, не проходил легко и гладко, и были различные неприятные моменты. А вот для самой ФНС, то, что это сейчас ваша прерогатива, чем это хорошо? Для нас это хорошо исключительно тем, что мы сосредотачиваем в своих руках инструмент по контролю за применением подписей в сфере бизнеса, в сфере деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку ни для кого не секрет, какие сложности в настоящее время возникают ежедневно в сфере использования этой подписи хозяйствующими субъектами, которые ведут, мягко говоря, неправильный бизнес, совершая эффективные сделки. Незаконные, да, будут. Да, незаконные сделки, по сути, то теперь инструмент этот будет в наших руках, и мы можем теперь отслеживать, действительно, знать, в первую очередь, кто владеет этим ключом, действительно, директор ли, не какой там номинальный директор, а действительно директор, который отдает отчет о том, что он является действительно исполнительным органом данного лица юридического, он знает и ведает о всех произведенных операциях данным лицом, и, собственно, не номинал. Ну, то есть вы, в общем-то, можете сосредоточиться на других важных делах, не распыляться на какие-то вот эти вот, ну, отвлекающие, скажем так, вещи, да? Да, ну, как есть действие, так и есть противодействие, поэтому, обладая таким инструментом, работа нам, к сожалению, не убавится, а нам прибавится еще и дополнительный, скажем так, надзор по проверке данных людей, нам необходимо будет определить, а действительно он реальный директор или же он, скажем так, подготовленный такой субъект для получения нашего инструмента. Так, давайте тогда разбираться опять с этим. Итак, что нужно сделать для того, чтобы получить квалифицированную электронную цифровую подпись? В первую очередь, в продолжение нашего рассказа, мы идентифицируем, и это наше главное требование, мы у себя на своих точках выдачи встречаем и ждем исключительно самого директора. То есть это вот личный визит? Это личный визит, это сделать нужно один раз. Если, конечно, в дальнейшем не будет от органов Федеральной налоговой службы дополнительных вопросов, в части ведения его бизнеса. Так вот, ждем мы его один раз, мы его идентифицируем, встречаем по документам, которые он предоставляет. Из документов необходимо предоставить будет это паспорт гражданина Российской Федерации и свидетельство пенсионного страхования. Но здесь мы даже идем, скажем так, навстречу заявителям. Мы даже уже сейчас и не требуем саму зеленую бумажечку, как обычно заявители говорят на наших точках. Нам достаточно будет просто номера. Номер и снился. А далее, располагая всеми необходимыми ресурсами, мы шлим все необходимые проверки. Главное, нам необходимо идентифицировать, что это действительно директор организации, который ведет бизнес, и основной документ. Так вот, идентифицировав человека, мы заносим всю необходимую информацию в нашу систему. Далее, одна из, наверное, продолжительных, самых продолжительных процедур во всем визите гражданина на точку выдачи, это проведение проверок. Проведение проверки через наши информресурсы, так и через систему межвежественного взаимодействия, о чем я говорил, это с МВД и ПФР. По результатам, по успешным, конечно же, результатам проведения проверки, мы требуем с заявителя еще носитель. Не просто носитель, не обычную флешку, чем употребляли множество коммерческих удостоверяющих центров. Мы требуем исключительно ключевой носитель информации, который сертифицирован органами ФСБ и СТЭК России. Первоначально в рамках проведения пилотного проекта мы своего рода, быть может быть, и надавливали своими жесткими требованиями на заявителей, мы требовали еще и сертификат соответствия. Так вот, сейчас что могу сказать, наша система, наша цифровая платформа, она была доработана до такого функционала, что взяв носитель у заявителя, вставив его в наше оборудование, система автоматически проверяет, сертифицирован он или же нет. То есть необходимость в предоставлении сертификата отпала? Дополнительных каких-то еще документов отпала. То есть здесь мы создали настолько удобный сервис для заявителей, что, скажем так, многие уже начали радоваться и положительные отзывы пошли, что действительно услугу получить стало банально просто. А где носитель-то этот взять все-таки? Носители, заявитель может приобрести в любом крупном гипермаркете цифровой техники. Также носители, я сейчас знаю, что появились практически на многих маркетплейсах, то есть это интернет-магазины, не специализирующиеся даже на цифровой технике, а даже по общим товарам. Так и начали появляться и в рознице, поскольку бизнес не стоит на месте, они понимают, что возникают потребности у заявителей и начинают, я знаю, даже вблизи наших точек либо открываться магазины, либо начинает появляться ассортимент в виде данных ключей. То есть несложно приобрести это? Да, сейчас, сразу скажу, это не секрет, для нас было тревогой, конечно, ранее, в середине года, что достаточно мало было ассортимента, таких носителей магазинов. То есть сейчас уже ситуация поправилась, мы эту ситуацию мониторим по региону, и в Тольятти была достаточно сложная ситуация, мы знаем и в отдаленных городах, таких как Сызра, Нефтегорск, но ситуация уже выровнялась, все хорошо, ассортимент есть, можно свободно купить, так же, как и в рознице, так же, воспользовавшись интернет-магазинами. Итак, вы человека проверили, заявление он принес, вы его проверили, носитель получен, дальше что? Носитель нами получен, мы буквально одномоментно записываем контейнер закрытого ключа своего рода, это такая секретная часть, которая формирует саму электронную подпись, и передаем заявителю... То есть это второй визит к вам? Нет, это все делается, то есть это государственная услуга, которая получается, оказывается в момент обращения налогового органа. Для удобства могу добавить следующее, никому не секрет, ни для кого абсолютно не секрет, то, что в нашей службе есть масса очень эффективных интернет-решений, таких как личные кабинеты, налогоплательщика, как физического лица, юридического лица и индивидуального предпринимателя. Так вот, воспользовавшись функционалом данных кабинетов, можно подать заявление на изготовление ключа дистанционно и выбрать, какой удобен будет дальнейшим заявителю налогового органа для получения. Всякое в жизни ежедневно случается, это и командировки, о чем я говорил, это и перемещение будет по городу, если человек, зная, что будет находиться на территории в той или иной части города, он может выбрать соответствующий налоговый орган, который там расположен, и получить там уже вторую, скажем так, фазу услуги. Так вот, подав заявление через личный кабинет, информация о данном заявлении придет к нам в систему автоматически, и сразу начнется проверка. По успешному прохождению проверки заявителю в личный кабинет придет уведомление об окончании проверки, и, соответственно, ему, он это уведомление увидит, и, купив ключ, может явиться в, пусть даже не в указанный орган, который он указал, абсолютно в любой. А куда, кстати, вот он может явиться? Он может явиться в один из, скажем так, нескольких, порядка 16 точек выдачи у нас на территории области, и получить, предъявив ключ, ему запишут его. Процедура обращения налогового органа и записи занимает буквально до пяти минут. Я всем настоятельно рекомендую пользоваться такой вот схемой формирования ключа. Это занимает буквально максимум пять минут времени. А сколько по времени все-таки уйдет всего? От момента заявления до момента получения? При обращении налогоплательщика в налоговый орган, это регламентировано с 15 минутами. Может быть, затрачено немного больше времени, и это будет связано исключительно с проверочными мероприятиями. Я боюсь, что я неправильно поняла, поэтому давайте все-таки еще раз переспрошу. Само изготовление, оно все в 15 минут? Да. Или? Да? Совершенно верно. Фантастика какая. Данная государственная услуга оказывается в момент обращения. Никаких вторых, третьих дней, и тем более переносов на следующую неделю быть не может. Требование жесткое, и мы его стараемся соблюдать и соблюдаем. Понятно. И мы с вами еще в прошлый раз говорили, сейчас еще раз хочу переспросить. Вы же будете работать вот в этом направлении с какими-то удостоверяющими центрами, которые должны были за это время пройти аккредитацию. Ну, еще есть время, да, до Нового года? Совершенно верно. Кто-то уже прошел, и сколько, как вы видите, их будет, этих удостоверяющих центров? На текущий момент, к сожалению, на сегодняшний день я актуальной информации не смогу сказать. Уже порядка десятка, даже больше, коммерческих удостоверяющих центров прошли аккредитацию по новым требованиям. Более того, некоторые из них, я могу сказать, что стали плюс нашими партнерами, то есть они смогут выдавать ключи от лица ФНС России. Собственно, это не секрет уже. Это, могу сказать, что это Сбербанк России, Сбер, ныне именующийся. Также это госкорпорация Ростех. Я думаю, что, наверное, эта информация, во-первых, есть у вас на сайте, во-вторых, мы тоже показываем телефон информационного центра. И в завершении, наверное, еще хочу спросить вас, коль скоро такая подпись начинает действовать с 1 января 2022 года, а выдано всего пока еще 3000, то не случится ли вы, не ожидаете ли вы какого-то коллапса? И вот как сейчас успеть до Нового года обзавестись этим ключом? Коллапса, могу наперед сказать, мы не ожидаем. Во-первых, то, что на рынке выпуска электронной подписи осталось еще немало игроков, причем игроки остались исключительно крупные, то есть с филиальной сетью по всей стране. Плюсом это помощь наших партнеров. Вдовесок еще, поскольку действие ключа, оно же не ограничивается каким-то коротким промежутком времени, а это в нашем случае 15 месяцев и в случае партнеров наших тоже, то, скажем так, процедура будет переходящая на следующий год. То есть, имея у себя на руках ключ, выпущенный аккредитованным индустриящим центром, тем более, который прошел переаккредитацию по новым требованиям, налогоплательщику нет необходимости идти и получать новый ключ. Этот ключ будет действовать до момента окончания своего действия. Благодарю вас за разъяснение. Мы прощаемся с нашими зрителями. Это был «Город С». Мы говорили об квалифицированной электронной цифровой подписи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова